Всем привет! С вами Мисс Райт и сегодня у нас подборка музыкальных дарам. Поехали! Струны души. Это мелодрама, действие которой разворачивается в университете искусств. Она расскажет нам о студентах, достигающих свои мечты через пот и слезы, об их сладкой любви и подростковой романтике. Ле Гюйвон – яркая студентка и восходящая звезда, которая родилась в богатой семье, специализация которой народные корейские инструменты, в особенности каягым. Она очень умная и милая девушка. Дедушка Гюйвон – один из самых знаменитых певцов национальной песни, входящей в топ-3. Его заветная мечта, чтобы его внучка стала гением в традиционной музыке. Чтобы оправдать ожидания своего деда, Гюйвон посвятила себя обучению традиционной музыке. Так как друзья Гюйвон являются фанатами группы The Stupid, она была вынуждена пойти на концерт группы с ними. И там Гюйвон увидела Лишина, певшего вживую. Она была пленена им. Лишин – холодный городской парень, который известен своей красотой и особой страстью к музыке. Обучается по специальности современной музыки. Также Лишин является вокалистом группы The Stupid и играет на гитаре. К сожалению, у парня нет ни мечты, ни планов на будущее. В начале Дорамы Лишин влюблен в преподавательницу танцев его университета. Но все круто меняется, когда он встречает Гюйвон. Ты прекрасен. Льющийся с потолка храма сияющий золотистый свет, голуби, парящие на фоне ослепительно-голубого неба, и нежный девичий голос, поющий о любви под оглушающий рев бас-гитары. Стоп! Бас-гитары? Коми Ньо с самого детства мечтала стать монахиней. Распевать церковные псалмы, посвятить себя служению Богу. Это, по ее мнению, и было счастьем. Но когда Ньо неожиданно узнает, что ее брату-близнецу крайне необходима ее помощь, то соглашается и подписывает вместо него контракт с популярной группой Angel. А затем уговорами менеджера или же волей Бога. Ньо соглашается выступать с этой группой вместо своего брата в течение месяца. Естественно, позабыв сказать всем остальным участникам, кто она такая на самом деле. Заткнись и играй! Тысячи фанатов, наполняющие огромные стадионы в ожидании своих кумиров. И стоит им появиться на залитой светом Сапита в сцене, как толпа взрывается криками восторга и признанием любви. В этот момент мало кто из поклонников думает о том, как начиналась карьера их любимцев. Группа iCandy стоит в самом начале своего пути. Уже не просто школьники, но еще не звезды. Их музыка хороша, и у них есть фанаты. Вокруг порывистого и яркого лидера Чу Бен Хи собрались его друзья, его команда, которая также болеет музыкой, также видит себя на большой сцене. Но жизнь не всегда дает нам то, что мы ожидаем. Так и в жизнь iCandy вмешается судьба, послав в музыку Бен Хи примерную ученицу имсуа, которая бродила в поисках самой лучшей гитары для принца из своей школы. Кто мог предположить, что Бен Хи с друзьями придется перейти в эту же школу? Сможет ли iCandy взойти по коварной лестнице успеха, или чья-то любовь разрушит мечты о славе и свете софитов? Монстар Юн Соль Чан – вокалист группы Man in Black. Скрывая глубоко внутри душевные раны, внешне он никак не проявляет своих эмоций. Зато его горячий нрав с лихвой окупает это, создавая всем и вся проблемы. Устав от его диких выходок, агентство отправляет Соль Чана в школу. Но даже здесь Соль Чан находит себя, присоединившись к школьной музыкальной группе. А впереди его ждет много неожиданного. Айдол на полставки Популярный продюсер на пике своей славы решил идти из шоу-бизнеса, но через 8 лет он снова возвращается и решает создать новую группу. В эту группу входят пятеро тренни, которые на протяжении долгого времени не могут дебютировать из-за своих проблем. Войдя в состав этой новой группы и готовясь к дебюту, они преодолевают свои страхи и решают проблемы каждого участника. Имитация Ли Маха – участница женской группы Типати. Несмотря на отсутствие популярности группы, Маха привлекла внимание средств массовой информации из-за своего сходства с популярной сольной певицей Ларимой. Во время реалити-шоу, где айдолы участвуют в спортивных мероприятиях, Маха случайно ранит Хёка, члена известной мужской группы Шакс. Другой Мейнберг, Вон Рёк, испытывает неприязнь к Махе в результате как инцидента, так и ее попыток стать популярнее, подражая Лариме. Тем не менее, эти двое вынуждены пересекаться на телевизионных программах и иногда сниматься в одних и тех же дорамах. Тем временем друг детства и кумир Маха Ли Юджин из группы Спарклин испытывает чувство к Махе и пытается оградить ее от того, что, по его мнению, является негативными намерениями Рёка по отношению к ней. Дорама на основе одноименного вептуна о жизни айдолов в индустрии развлечений. ТОП МЕНЕДЖМЕНТ Главная героиня Юэнсон – смелая и позитивная девушка с необычной способностью иногда видеть будущее. Бывшая трейни, по стечению обстоятельств она становится менеджером начинающей группы айдолов. Сценическая карьера ребят переживает не самые лучшие времена и не сулит большой популярности. Несмотря на это, Юэнсон решает поверить в их талант, стремление и любовь к музыке, приложить максимум усилий, чтобы помочь начинающим артистам достичь заслуженной вершины славы. Дорама поведает о жизни учеников из высшей школы искусств. В центре события оказывается деревенский парень Сон Самдон, который с первого взгляда влюбился в девушку Кохе Ми. Ради нее он пошел учиться и открыл себе настоящий музыкальный талант. Сама Хе Ми всегда мечтала учиться за границей и стать успешной оперной певицей, однако из-за долгов отца ей пришлось поступать в высшую школу. Вместе с главными героями сюжетные линии разворачиваются вокруг самой близкой подруги Хе Ми и Юн Бэ Кхи, которая становится ее основным соперником. В центре событий также оказывается танцор с большим потенциалом Джин Гук, студент по обмену Джейсон и просто талантливая во всем девушка Ким Пин Сук. Все они одержимы мечтой, которую им только предстоит достичь. Листмейстер Юн Юсиль – студентка школы искусств, талантливая пианистка, которая выигрывает различные конкурсы, но всегда находится под контролем своей матери, которая сама хотела стать пианисткой. В один день Юсиль теряет все в результате несчастного случая, и теперь она больше не может играть на пианино. С помощью своего друга Чхасика и соперника Джин Мока Юсиль начинает жить новой жизнью. Чудо Как могут сестры-близнецы быть такими разными? Квон Ша – красивая сестра, великолепная во всем, а также участница популярной женской группы Miracle Girls. С детского сада Ша работала моделью, затем подростком была актрисой, после чего стала айдолом. Ее сестра-близнец Ши Йон чуть ли не вдвое больше Ша, поэтому в школе всегда подвергалась насмешкам и издевательствам из-за своего веса. По этой причине Ши Йон превратилась в затворницу, предпочитающую оставаться дома и вести интернет-трансляции из своей комнаты. Однажды Ши Йон спасает таинственную предсказательницу, которая дарит Ши Йон волшебный кулон. И жизнь сестер-близнецов переворачивается с ног на голову, когда они в один прекрасный день просыпаются и обнаруживают себя в телах друг друга. А также, что будет с музыкантом Айдолом и школьной любовью Ши Йон, которые, как казалось, хорошо знали девушек. А на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик. С вами была Мисс Райт. Аньон!